Так, друзья, добрый вечер, это WorldSitOnline, ой, WorldSitOnline, и как обычно уже третий год, пятницу в 20.00 мы собираемся по одной и той же ссылке, проходим в комнату и рассматриваем основные фьючерсные рынки. Итак, по традиции начинаем с новостей, потом у нас публичные трейдеры, и затем уже непосредственно маркет. Значит, буквально вот-вот-вот горячие новости, Метровни, как, я не знаю, перевести на тренинг, в общем, он не участвует, снял кандидатуру или сняли, я не вдавался в подробности, но сейчас трубят по всем зарубежным телеканалам, то есть я в политике американской, не особо большой специалист, но мы сразу же обратились к Википедии, кто я за кой, вот. Если кто-то из вас знает, что это за человек, welcome, напишите, пожалуйста, хотя бы в двух словах. Но то, что в Википедии написано, меня просто поразило. То есть он был кандидатом уже в президенты, и в 2012 году, и в 2008, и сейчас он действующий епископ Церкви Иисуса Христа Святых Последних День. Потом еще политические взгляды он поддерживал Джорджа Буша-младшего, очень хотел в Ирак, в Афганистан, во всей горячей точке побольше войны устроить, собственно. И социальный такой географ Александр Киреев характеризовал его как агрессивного милитариста и неоконсерватиста. Вот, в общем, слава богу, что он снял свою негитатуру. В общем, такой страшный человек. Наверное, если бы выбрали, то было бы кучу войны во всем мире без остановки. Ну, в принципе, это одна из хороших новостей. Вторая, сегодня вообще прекрасный день. Понизили процентную ставку до 15, тоже хорошенькие реки новости. В общем, выходные начинаются неплохо. А вообще за неделю, значит, в квартальной ВВП Британии упало на 0,2. Годовой еле-еле вытащили на 0,1 выше предыдущего показателя, но уже динамика немножко успокоилась. Потом из таких значительных выступлений по функе, как обычно, обо всем и ни о чем. Следующее еще, что стоит отметить, это у нас незавершенные продажи на рынке недвижимости. Тоже показатель очень сильно упал. И еще хочу вам напомнить, возможно, забыли, опережающий индикатор KOF швейцарский. Он вышел хуже предыдущего, что зачастую процентов 80, может 70, так точно. Он так правдивый, то есть действительно такой достаточно рабочий индикатор. То есть это будет в феврале нисходящая динамика. Мы уже, в принципе, на многих инструментах это заметили на этой неделе. И кто в группе Wall Street Online, там, скайпчате, либо же в фейсбуке, там ребята выложили скриншоты с картальной отчетностью банков, то есть в компании, которые по финансам, такие монополисты различного типа. Присмотритесь к тем отчетам, которые вы увидите, там есть очень много таких нюансов и интересных вещей. То есть не смотрите, что там зеленые или красные обозначения цифр, потому что это очень может запутать. Эти зеленые и красные обозначения, они отталкиваются относительно ожидания аналитиков. Всегда сравнивайте предыдущий и текущий. То, что там аналитики ожидают, это ничто. Этого нет. Ожидать можно чего угодно и, там, не знаю, явление Иисуса Христа, все, что вы хочешь. Поэтому, присматриваясь к статистике, там очень много банков отчитались хуже предыдущего и Морган Стэнли очень хуже предыдущего. Потом Сити тоже, ну, практически все гиганты, ну, там Банков Америка немножко они вытащили показатели, а остальные, в принципе, такие, Биг Фиш, они плохо отчитались. Поэтому, это как один из триггеров движения сейчас такого нисходящего направления на СНП. И за ним начнут потихонечку и, я думаю, европейские индексы корректироваться. Хотя, вот, Германия вроде отчиталась по климату более-менее, то есть, выше предыдущего показателя. Но, все равно, если начнет падать СНП, то он потянет и Европу. Что еще тут нужно отметить? Так, это ВВП по штатам квартальный в два раза меньше предыдущего. То есть, был пять, читались два и шесть. Канада тоже плохо отчиталась по ВВП. То есть, ну, никакого позитива практически по отчетам не видно. Это обязательно стоит зафиксировать. Значит, на следующей неделе, ну, будет достаточно новостей, по крайней мере, по экономическому календарю. Значит, начнем с второго числа. Если я не ошибаюсь, то Барак Обама должен внести проект бюджет. Как-то это будет там фиксироваться. Я, правда, не знаю, по каким ресурсам это можно будет мониторить. Выступление Боллард ФРС третьего числа, это уже по штатам. Четвертого числа заседание ЕЦБ, только без процентной ставки. Что-то там будут, наверное, опять спасать. Пятого, шестого Джоблес Клеймс и Эмплоймент по штатам. Вот, по остальным странам, ну, Британия опять отчитается как-то по-своему. Четверг Британия, процентная ставка, у них полпроцента и, в принципе, ожидают, что без изменений. В общем, пятого, шестого, четвертого числа вполне может быть хорошая тенденция и движение на рынке. Вот так вот. Ну, собственно, давайте уберем этого ровни подальше от экрана. Так, у нас получается... А, это расписание на февраль. Кому влажно и интересно. И... Неделя была классная, на самом деле. Я наблюдал за разными трейдерами и... Круто, круто, круто поработали. Есть чем похвастаться. Карлос круто заширтил. Конечно, вот прям... Так бы всегда. И потом, на минимуме недели, одни и те же грабли. Да, нужно следить за координатой, где открываются позиции. Старайтесь не упускать этого момента. Ну, и вот пятницу как раз под самые новости, под самый трэш с ВВП и процентная ставка, и с этим огромнее. Нужно было, я думаю, в кэше посидеть и... переждать бурю. Life is short тоже достаточно технично. В общем, не теряет квалификацию. Точенько заходит, не рискует. Обратите внимание, сразу... Вот этот вот маневр мне понравился. Зашел, прощупал вроде как можно. И никаких рисков не пересиживает. Ну, вот здесь сразу не по направлению ушли. Вот. И вот, как говорится, перехвалил. Сразу висят какие-то две лимитки. Ну, если не забыл, то нормально. Но на выходные такие лимитки оставляет стрёмно. Так, Клим. Вот Клим... Не помню, чтобы так достаточно долго удерживал лидирующие позиции, но фиксация отличная. Вторая продажа. Бомба вообще. То есть, ну, круто. Давай в том же духе. Будет интересно понаблюдать за техникой, за логикой и чтением рынка. Значит, Goodfellow. Вернулся, пропал. А это вот появился со своей новой техникой. Я не знаю, как это назвать. Это, наверное, какой-то самурай. Просто вот так вот открывает позиции и выходит прямо на смене локального тренда. Видно, что-то все-таки разработал. Ну, я думаю, столько лет уже мучился с этим S&P. Alex, пирамида. Ну, вот такая вот была покупка. Это есть S&P на этой неделе. Если посмотреть статистику уже с начала контракта, там вообще просто есть крутые трейдеры. Так, на РТСе. Ну, те, кто был на этой неделе в шортах, те в медалях. Квазар шортил в понедельник. Вот, все это держит до сих пор, там что-то фиксирует. Три палочки. Там тоже все в шортах и фиксит. Макс без остановки сражается с индексом РТС. Есть хорошие сделки, но есть немножко такие, по типу такого класса. Видно, он отошел от терминала, скорее всего, и не ожидал, что на РТСе в такое время могут так прокинуть. А вот, а так, в принципе, неплохо. То есть, если такие мелкие погрешности убрать и избавиться от вот этих вот продаж на минимуме недели, то было бы, в принципе, неплохо. Так, ESVK, ну, как обычно, он не теряет квалификацию. Все, все, ровненько, аккуратненько, без CyberFund. Ну, вот так вот и надо. Одну сделку открыл, и больше не стоит. Так, ну, понятное дело, все, кто шортил на этой неделе, тут уже где-нибудь зашерси. А, танк классно зашел. Аккуратно стоит, и, в принципе, видите, два... стоп-лосса на разных уровнях, без убыток, видно, и 76-й он прикрывает. Наверное, вот эти вот уровни, как защиту выбрал. Ну, видите, без лишних движений. Неплохо. Есть нервы, есть... Так, пульсар вышел. Тоже те же самые точки заходил примерно. Ну, в общем, по РТСу, что бы ни происходило, какие ни были бы валютные войны, нефтяные манипуляции, санкции. На РТСе, видите, трейдеры достаточно четко работают, аккуратно, считывают маркет неплохо. Так, рубль тоже тут весь во внимании. Причем, на РТСе очень так много трейдеров еще в рынке остались. На рубле многие пофиксировали позиции, но тут очевидно, потому что нестабильность такая, что жук как-то 500 тиков умудрился вырвать остальные по 400-300. Вот такие коротенькие сделочки. Сильное желание, чтобы рубль укрепился, не всегда хорошо помогает в спекулятивной торговле на фьючерсных рынках. Так, это у нас полярный медведь. И остальные, видите, у нас не выдержали давление на рубля. На еврике тоже удивительная неделя была такая, достаточно проблемная, очень много флэйта и смены тенденции, особенно 28-го, 27-го числа. Но американец это все устоял. Жаль, что нет ограничителя риска. Обратите внимание, что единственные, вот, Карлос и американец закрыли неделю в плюс. Все остальные, видите, не выдержали напряжением. Так, на фунте там есть кто-нибудь или нет? А, да-да-да-да-да, вот этого я хотел отметить трейдера. Что-то там, Северган. Что это такое? Фух. Даже надо одну позицию открытия, так круто. А, вот. Два дня держал, даже не попробовал закрыть. И вот сегодня у нас офиксил. Тоже неплохо, в принципе. Пират 908. Так, Дима, 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 Дима. Ну, так тут вышло отлично. Так. Это вот не нужно было делать. Надо будет поговорить. Потом. Эта позиция достаточно рисковая. Не знаю, что там произошло. Потом обсудим. Так. Ну, 89 пипсов. Отлично. Так. Ренат. Ой, ты что, как заширтил. Ну. Чего не поддержать. Тут зафиксил бы три контракта там больше. Или хотя бы там четыре. Стоял бы. Но все равно тоже неплохо. И Юрец немножко передержал. Наверное, не то, что немножко, очень передержал. Такая покупка. И так все закончилось. Видно, забыл про позицию. Ну, неплохо. Так, и золотишко с нефтянкой. Так, по золоту все вышли. Как видите. Причем золото тоже на неделе просто было беспощадно. Простите внимание на вот эти десессии. Это беспощадная десессия. Представьте себе. Значит, так. То у нас М8. Тут, бесспорно, да. На первое место. Вот такие точные сделки. Их вроде там три подряд. Как-то вырвался. Все-таки у нас 69 пипсов из-за этого треша. Так, этого треша я еще не знаю. Поэтому... А, он. Life is short. Ну, видите, он тоже не очень. Тут видно по котировке очень манипулятивное движение. Такие нераспространенные модели. Не часто можно встретить два дня, даже три дня подряд в таком ритме рынка. Так. Отчитались крупные банки. Отчитались крупные компании. Некоторые, которые не финансовые, там, закрылись в плюс в порталах. Те, кто айфоны продает и Windows. Но финансовые в основном плохо позакрывали кварталы. А, нет, давайте сейчас за... 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 Хватим и все. Береста. Вот появился какой-то ход. Тоже так неплохо. Поработал на этой неделе 270 пипсов. Ну, я не могу пока ничего сказать. По этим сделкам я первый раз вижу. Так, бибили. Просто, просто Юра. Вот эта вот жажда зайти на самом минимуме. Ну, вот, прям вот. Опасно же, так рынок валится и прям сразу на противовес заходить. Не знаю, я бы переждал. Так, ну, Сайберфонд, конечно, да. Вот это вот человек, да. Раз, два, еще на третью пошел. Ну, правда, без угодок. Ну, ничего, первые две. Круто. Да, я вот... Хотел предложить, как бы... Доску почета. Сделать такую на сайте. Вот как раз вот эти вот трейдеры, которые уже как деды в нашем штате, да. Сайберфанд тоже. Куча трейдеров, которые торгуют достаточно долго и радуют позициями, сделками. То есть, есть на что равняться, есть на что посмотреть, есть за кем следить. Кто, когда, как открывает. Вот таких вот завсегдатых, еще и талантливых. Вешать немножко почета. Чтобы знали своих наших героев. Ну, в принципе, если никто не против, можно будет такое организовать. Так. Ну, в общем, все. По... Ну, да, в общем... Алгаз. Джибель вроде кто-то торговал. Да, Муртое. Ну, тут не сильно. Так, ну, все. Теперь переходим на S&P и по существу. Нет, лежать нет, но... Не знаю. Что-то придумаем. Что вы там? Гудфелла, Карлос, Факдитрейд, Муртое. Тайлер, Life is so short. Это постоянные участники, причем по очереди занимаются лидирующие места. Там же и тот же бождь тоже участвует. Где-то вот... Исчез. Вот. Приходят новые таланты тоже вот там. Тайлер и Юра тоже появился. Ребята неплохие. Те же самые танки и... 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 Stoneheart, Sky1 тоже есть на что посмотреть. Вот если посмотреть на... СНП, Евро, ну, стандартных... Маркетах... Сейчас, 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 сейчас. Ну, дни те же ненависти. Sky1, Арбитраж, что же... Такие сделки открываются. CyberFund, Вода... Вода из Sky1 и S&P. Это... 20 копировых без них в последнее время не проходит. Матрикс тоже, видите. 15 сделок... 20 сделок, 15 плюсовые... Роса, Свет... Так, это... Валет появился какой-то трейдер. Надо присмотреться. Рио уже из бывалых. Вот. DarkOne тоже... Бывают такие сезоны. Закрывает. Неплохие. CashHawk тоже радует. Иногда сделками хорошими. Ох... Нечитабельный клик. Но я помню, что он нечитабельный. Вот. То есть, ну... То же самое, Нертеси и свои... Таланты, свои герои. Двин. Сейчас попробую. Тут... Двин. Вот. Тоже появился. Стоит отметить. Хоть и много сделок открывает, но как-то у него там это все получается. Катапуль, кстати, да, забыл отметить. 18 сделок, 17 плюсовые. Ну, почему бы не зафиксировать таких вот молодцов, что вот так неплохо умеют на рынке работать. Роса, молоко. Две сделки, две в плюс, 140%. Что еще надо? Пульсар, но это недавно появился. Сам тоже недавно. Пока присматриваемся. Фандре. Так, Карлос опять же. Смотрите. 59 сделок, 50 плюсовые. Неплохо. Гуров тоже иногда. Это... Вождь появился. Вот, двадцать первый. Обычно то пятый, то первый. По рублю, по рублю. Ну, по рублю. Давайте посмотрим. Так. Всего участников 30 на рубли торгуют. Из них 15... Ровно 15 плюсов. Хе-хе. Человек работает. Кадавр. Сатирикон. 12 сделок, 8 попаданий. Маркуша. Бог знает сколько сделок. 35 плюсовые. Там, наверное, комиссия была бы больше, чем 44%. Лариса. Неплохая серийность. Уже потихонечку выходит. Карлос. 80 против 35. Серийность неплохая. То есть... Просто рынок сейчас такой достаточно импульсивный. На новости. Реагирует очень быстро и не держит динамику. Тенденция однонаправлена. Ну, да ладно. Чуть-чуть попозже, через недельку-две, будем подбивать отчеты за первую половину. Есть, есть, есть таланты. И чем дальше, тем лучше у них получается. Ну, приступим. Значит, S&P. Что сразу стоит отметить, это постоянная смена динамики. Уже с 1 января меняют, меняют. То есть, такое ощущение, что собирают всех. Вот. Два раза поддерживали двухтысячную. И туда уже мы четыре раза пытаемся прийти. В четвертый раз приходим. То есть, чем больше раз, тем больше вероятность, что мы все-таки пойдем ниже. Взяв в внимание последние отчеты. И по компаниям, и по ВВП, и да вообще. В принципе, и расти-то не буду уже. Хватит. Вот. Ну, есть такие предпосылки, что они вот все-таки протянуты. Ну, может и будет снижение в феврале, корректировка. И потом, я думаю, что попробуют вернуться к марту. И вот в марте, если дадут хороший шордец, будет очень круто. Причем, перед выборами, я думаю, что, может, за года пол, либо же за три месяца до выборов, может, ну, где-то вот в таком районе начнут скидывать стаки, скидывать, в общем, выводить кэш из финрынка. То есть, чтобы перестраковаться на всякий случай, непонятно, кого выберут, да. И аппарат Обамы будет уходить, тоже заберет кучу капусты из системы. Также уходил Буш. В 2008 все рухнуло. Вот. Поэтому позиционно ждем американских выборов, чтобы прокатиться на таком, я думаю, нисходящем хорошем тренде. Вот. Ну, все равно, не скоро, но уже нужно готовиться и быть готовым. Значит, у нас получается 82, был уровень поддержки по 87, там, с половиной, да. Его уже мы третий раз видим, да, здесь, тут три раза. вот, и на этой неделе. Это в этом контракте. То есть, если мы на следующей неделе увидим пробитие этого уровня и движение за 64-ю, в принципе, это будет ожидаемо и мы совсем не удивимся. так. Вот. Есть еще вот уровень сопротивления у нас такой. Три раза здесь размещали объемы. Вот. И еще три сессии здесь. по этому стоит отметить, прощальные какие-то, может быть, последние вздохи к этому уровню можно будет использовать спекулятивно на шорт. Но пробить этого уровня, это будет таким хорошим знаком, что продавать сейчас пока не временно. Скорее всего, рынок манипулятивный сейчас и будут дальше толкать, что ли, я не знаю. То есть, поэтому 44,5-57 это вот поставьте себе на алерты, чтобы мониторить и на продажу как уровень, и на пробитие. Если все-таки пробьют, то все. С продажами пока нужно повременить и использовать лишь вот эти вот уже финишные уровни на сопротивление. То есть, 80 по 65. Давайте поставим. 66, 82, 65. Ну, по большей степени 70 на 80, где две сессии и после этого ушли. Но эта площадка себя три раза уже заявила. Здесь, конечно, 4. На фоне плохих отчетов, плохого ВВП, сложно представить рост. Ну, посмотрим. Это Америка, это индекс Америки, там может быть все что угодно. Так, ликвидность, как видите, на поддержке на этой неделе уже не была такая активная, как на прошлой. Америка. Обратите внимание. Да, тут фильтр стоит и тут 2 минус 100, 2 и почти 2. То есть, вспышки опять, поддержки, загрузки мы не увидели. Давайте посмотрим, что уже там на Дельте. Дельте. Действительно, видите, дельта отрицательная, буквально вот для 29-го здесь 26 300 тонн. Сегодня уже в 11.30 по Чикаго 25 тонн на Целлере. Причем это не волатильное снижение, где реально очевидно, что работают продавцы, а вот такой боковичок спокойненький себе, ничему не обязывающий. Вот. Значит, 27-е, 28-е на Целлере. Вот тут снижение было очевидненькое. И вот 29-е мы выделим его уровни на предмет возможной поддержки. Так. Значит, у нас ликвидность была такая крупная здесь, здесь, а вот на этот раз уже ликвидность, ну, нельзя сказать, что она слабая, но нет вспышки, хотя отчеты выходили и выходили на этой неделе, на прошлой такие достаточно печальные, то есть практически, сказать так, именно, либо это тоже какая-то манипуляция, что крупные банки, за которыми все следят, они отчитались нехорошо. А смотришь какие-то там вторичные, там второго эшелона банки, они вроде как нормально отчитываются, то есть, ну, не слишком уж там и печально все. То есть, может быть, это манипуляция, поэтому ждать можно чего угодно. что в этом случае, что в этом случае была активность для сессий байеров. Здесь у нас селлер изменяется на байера, то есть, реверсивная модель по дельте, и потом, ну, сколько раз, два, три, четыре, пять сессий подряд, все на покупателе. И из пяти сессий три на селлере, причем сегодняшняя флетовая, наверное, побьет даже рекорды, скорее всего. так, ну, вот такая дельта по SMP. Давайте возьмем уровни и кое-что стоит зафиксировать. Итак, Штаты разместились в этом диапазоне, размещались в этом диапазоне, размещались в этом диапазоне, тут и вот сейчас болтается тут. На одном уровне эту сессию понедельника, обратите внимание, Штаты открываются ниже понедельника, буквально коснулись минимума цен, и все. Не в силах они были больше держать сепуху, то есть, даже не толкнули хотя бы в ядро там понедельника, просто коснулись последней цены минимальной, и сразу же падает. То есть, там Европа и Азия как-то это все вытащили, но если смотреть чисто на Америку, ток открылись, сразу падает. То есть, они не пытались даже поднять повыше цену, чтобы там уже смачно зайти на шорт. То есть, в спешке, похоже, заходили, и им было не до этого. Поэтому, левел тридцать с половиной, тридцать пять с половиной. Вот эти две локейшн. Особенно последним, видите, какой импульс, защитили, и с тех пор у них дельта отрицательная. Ой. Потом, после вот такой сессии падения, четверг, абсолютно, ну, половину движения отработал, сразу же объемно зафиксились, и следующая сессия, ну, даже не видно, что она пытается пробить, там, этот уровень. То есть, скорее всего, здесь действительно будут идти покупатели пофиксили на всякий случай греха подальше. И у рынка пока вот болтается, там ближе к максимуму. Ну, порядок будет такого плана, значит, тринадцать с половиной по шестнадцать с половиной, пока этот уровень не пробьют. Точно о покупках говорить пока рано. Потом загрузка промежуточная на двадцать два, двадцать шесть с половиной, то есть, после вот этих вот загрузок на открытие сразу же по-быстрому начали собирать всех байеров на минимум недели и камнем вниз, причем реально камнем. Получается у нас с тридцать пятой на девяносто пятую сорок баксов буквально за пару часов. Так, это вот все диапазон сопротивления. Стоит отметить такой более приоритетный данный уровень. здесь у нас объемные массив вторника, и на этом же уровне до загрузились. А объемное закрытие здесь же четверг, то есть, если понедельник, вторник пробивают четверг, то я думаю пятой поддержки уже на том уровне, который мы отмечали, уже не будет. Вот здесь три сессии. Этот диапазон. Видите, он сейчас ключевой. пятница так болтается с таким расчетом, наверное, что понедельник уже будет потихонечку уходить под вот эту локацию. если это происходит, то все, тут точно не стоит поколеть в покупке. вот здесь создали реверсивность, чисто спекулятивно, прощупать можно будет на предмет работы байера, ну и вот этот вот пик. посмотрим в понедельник, пусть это Америка в котировку за этот уровень, либо же нет. Могут еще вынести год 2016-2015 и потом упасть, это было бы классно. Вот. Будем смотреть. В общем, понедельник разместил объем, упали вторник, ничего толком не сделали, они даже не пытались вернуться к понедельнику, там же грузится среда, упали четверг, тоже по сравнению со средой ничего толком не сделав. Быстро все бы выходили и пятница устраивает всем вырванные торговые сессии. То есть под ВВП, ну грубо говоря, вот толкают туда обратно котировку, туда обратно это наверное до конца пятницы было. Поэтому предпосылки конечно к шертам, но опять же у нас есть и 15 минутный уровень поддержки на 15 минутном интервале. И на дневном такой более глобальный это вот на 102-2005 и последний уже контрольный вот 82-88. Ценовые конечно уровни это уже потом. вот. Пожидаю сейчас быстро на дневном посмотрим ДАКС. Так. На следующей неделе ЕЦБ снова будет заседать там по какому-то вопросу. Наверное будут ругать финансистов, которые торгуют ДАКСом, чтобы по линейку не торговали, потому что мы прям уж очень ровно идут. можно даже не прикладывать таких измерительных инструментов. Ну не знаю, как-то уж слишком очевидно. Поддержка идет. Может они до сих пор применяют технический анализ, непонятно. Вот. Но. 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 Вот эти вот объемы, которые всю неделю являлись поддержкой. Ну вот 10.576 и 10.654. Вот эта сессия просто пять дней никто даже не посмел идти ниже. Поэтому пробитие этого уровня 10.500, грубо говоря, это уже будет первый звоночек, что возможно все-таки корректируется. Доза загрузка будет 10.282 и 10.218. Вот. Три сессии готовились к высадке на Луну. Здесь также, видите, туда-обратно толкает котировку, то есть никакой особо уверенности сейчас смотрят за происходящим. Посмотрим, какие цены там выступят. Хорошо или плохо. Вот. У них получается включен на полную катушку станок. Они там выкупают, поэтому в принципе под эту тему типа как под QE3 могут чисто на пузыре экономическом мыльном толкать без разбора эту котировку выше. Ну, смотрите, как ликвидность начала падать. Да, здесь как бы все были очень уверенные, а чем выше, тем как бы, ну, что-то у них там видно уже. Не заседает, значит меня дезинформировали. Вот. Поэтому, чтобы дальше толкать к строку выше, нам можно снова, ну, хотя бы вот вернуть ликвидность такого класса. То есть чтобы она не снижалась, а на этом уровне держалась. Могут корректировку дать и там можно будет подзагрузиться, если никакого негатива жесткого не будет. вот такое вот под DAX. Ну, в принципе, там неплохо бы еще акции поанализировать. Так. Афис Икс идентичная схема, только у DAX так уверенно вроде ползут на север, а здесь так немножко подвунули и висят над пропастью. так. Причем объемненькая сессия и вот три тоже на чистых, ну, не знаю, заметили вы или нет, бывает просто как-то уж слишком подозрительно идут там пять сессий подряд на одном, на одних оборотах. Вот видите, такое ощущение, что, ну, включили вот станок, просто вот одни и те же параметры и все. То есть, ну, это такие, можно сказать, признаки либо одного участника, либо какой-то группы, потому что наоборот один и тот же это, ну, две сессии еще куда-нибудь там, ну, пять сессий подряд на без каких-либо колебаний таких существенных. Это просто так не сдадут этот уровень, 33,50, 33,85 захватим. Так, потом еще вот 42,30, ну, вот эти вот до загрузки, 33,19, давайте отметим, как поддержка. Вот две сессии уже тестировали, то есть уходит ниже, можем увидеть коррекцировку, коррекцию до 32,30, 32,45, там уже будем анализировать непосредственно в этой локации. Так, 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 это FISX, ну, и RTS. Значит, ну, были надежды, были, и все-таки они завершились пока вот снижением. Ну, будем надеяться, что все-таки нефтянка возьмется за голову. Так, на этом уровне уже вмешивались не раз, поэтому 71,500, 72,500 на RTS здесь значимый уровень поддержки, раз, два, три, и снова тут немного, но появились обнимочки. Вот такая вспышка под конец недели, поэтому будем мониторить, надеяться, что ниже не пустят. Ну, все зависит от нефти, рубля и, в принципе, санкции. Так, 76, 77, 100, ну, две сессии, как сопротивление объемное. Алекс, так, если вы Алекс Монако, или это может быть другой Алекс? Обычно он писал Алекс Монако, либо просто Монако. А это Алекс Монако, с классом Монако. Другой. А вот, я вижу, что не тот Алекс. Вот, это, так, среднесрочный уровень, ну, понедельник точно будет решающим, но нет с этим диапазоном. Если сбросить стопори, бог с ним, главное, чтобы не падали ниже, вот так, уже поддерживают, ну, видите, сколько подкидывали кэш, ниже 65, там, 68, поэтому это ключевой уровень. С него входить будет сложновато, потому что желающих поучаствовать там будет много, и желающих отобрать денег будет тоже много, поэтому будет различного типа комбинация. В общем, я бы переждал, пока там всех уже рассадят по полкам, потом только заходите, потому что вот так сразу, вот такого ключевого уровня, я думаю, будет нелегко. Так, 79,900, тут тоже у нас были объемочки, и вот такая сессия, она неприметная, но значимая. У меня ликвидность такая вот, 8632 тонн, вот видите, полностью диапазон весь такой плотно проторгован, но по ликвидности не выше лимитов, ну куда уже. Вот, поэтому до 82600 вы тоже так вот захватите этот кусочек, две локации, после них очень сильно упали. Поэтому пробитие вот этого уровня будет значимым, и это будут хорошие признаки, что все-таки удержали. Ликвидность нельзя сказать, что она удивительная, все это нормально, многие сейчас находятся в кэше, неправильно делают, пока не успокоится эта вся ситуация, это настолько рискованно сейчас там участвовать, что вот это вот пугает очень, 37 тонн и торгуется в нижней третьей части сессии, 30 тонн было 28-го числа, потом передышка на симптом и снова вниз, вот, причем с 26-го числа упали, передышка, снова упали, передышка, давайте подключим сейчас, фильтр, в общем, 26-го числа, пока нет ни одного хорошего позитивного дня по дельте. вот, массив соляров так четко прорисовывается за две сессии, раз, давайте выделим 76-700, 75-800, и вот такой диапазончик тут, хитренький, на самом минимуме зашли, вот, 73-100, 73-900, ну, рассматривать как уровень сопротивления, то есть, если пробивает, то остановка следующая вполне может быть на 76, вот, если за 2-3 дня пробивают спокойно вот эти все уровни, то тогда уже могут быть шансы на, хотя бы там, недельный рост, там, ну, то есть, о долгосрочном росте при таких обстоятельствах, ну, сложно говорить, это нужно восстановление нефти, отмена санкций и, в принципе, стабилизация вообще политическая и экономическая тогда уже, вот, вот, ну, мы узнаем об этом последнем, поэтому следить в оба, когда начнет Крупняк заходить на стаках, вот, тогда уже можно и на РТСе будет прокатиться, значит, РТС, ну, слава Богу, хоть активность, открытых позиций не стало меньше, то есть, скорее всего, все-таки спасает, а вот этот, то есть, ведь каждый подход, вот здесь, здесь увеличилась активность, ну, рубль, цб, 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 цб Так, и, в принципе, на этой неделе только увеличилась активность. Давайте посмотрим неделю на срезе. Оставили на выходные, не оставили. Ну, нельзя ж только про себя думать постоянно. Нужно шарик подумать. Так, немножко все-таки повыходили. На самом минимуме здесь уже повыпрыгивали с селлера, скорее всего, вот эти. Заметили 28-го числа? Ночью вот начали заходить, вот, 20, 22, вот здесь вот заходить просто безбожно. Этот уровень не пробили два раза, причем. Это был самый пик по активности на этой неделе. Раз, два, три, причем прощались два раза, видите, раз и два. Вот. Потом пик активности у нас пришелся на этот уровень. И затем сброс топокс, видите, сразу же повыходили. Вот, ну, по крайней мере, ну, здесь выходили, скорее всего, из-за этого движения на юг, сразу повыпрыгивали, но оставили все-таки позиции открытыми на выходные. Значит, выделим вот этот вот специфический полтергейст 75500. Так, вот, ночью кто-то зашел, никому ни слова не сказал. Ну, там есть момент, который объясняет, почему там заходили на шорт именно. Так, где у нас тут еще активность была? Ну, остальные уже, так, по стоку-поскоку. Вот, активность, вспышка была здесь. То есть, это сопротивление. И тут что-то пытались удержать, но не получилось, скорее всего. То есть, это сложно будет назвать надежным уровнем. Но вот этот локейшн, причем ночью зашли, потом еще защищали. Вот видите, вспышка была под вечер. Вот. Сегодня с этих уровней ушли. Вот, поэтому коридорчик этот зафиксируйте себе и держите ухо вострова. Посмотрим, что там получится дальше. Так, ну и чисто уровень уже. Вот. Так, ядро недели. Так же объемников строительства 28-го. И вот эти маньяки. Вот этот вот здесь. Локейшн и объемных строительств. Поэтому захватим этот диапазончик. Далее. Обязательно должны осилить 73-ю. 73-500. То есть, если даже этот уровень не пробьют, то о покупках точно речи. Ну, а вот этот, хоть и ликвидный, уровень поддержки, но, вернее, не поддержки, сложно назвать, потому что байеры не смогли толком цену никуда вернуть, стабилизировать, хотя бы ближе там к открытию. То есть, ну, дошли до первых уже объемных уровней. Поэтому 73-73-500 это кровь износов. По правилам максимума хорошо. Именно так и сделайте. Посмотрим. Так, ну, подытожим. Значит, 29-го числа. Неспокойная сессия. Причем, перед утром, ночью кто-то зашел на шорт. Еще и была защита. Вполне может быть, что здесь доразмещались дальше селеры, потому что уровень уж как-то сильно сопротивляется. Поэтому 75-200, 75-650 важный уровень, обязательно его отметить. Вот. Вспышка на минимуме на 71-71-750 абсолютно пока не показала никакой стабильности со стороны байеров. То есть, пока сложно сказать, что это надежный уровень поддержки. Действовать на покупку не раньше, чем пробьют хотя бы вот эту ловушку. И даже если будете покупать с пятницы, то вот 75-200, 75-600 это важный уровень его должен пробить. Так. Ну, далее у нас получается. Открытие среды, ну и понедельник, предусторник, ядро, неделя. Такой уже индикатор. Если осилим этот уровень, то дальше уже и 78-79, и 80-70. Капков. Давайте... Давайте в следующий раз вместе проведем Wall Street Online. Вы либо очень эмоциональны, либо... Не знаю, да. Внимание нужно за все. Важен он, не важен. Каждый решает для себя сам. Важен он или нет. Вы навязываете позицию сильно. Мы выделяем уровни, кто посчитает нужным выделить его в качестве сопротивления. Кто-то вообще на это не реагирует. Кто-то приходит повеселиться, кто-то слушает. Давайте немножко с эмоциональными. Вот. Поэтому возьмем теперь рубль. Ну, спорта... Обязательно. Как бы это ни звучало прискорбно, но мы идем уже к самым таким последним уровням. Вернее, даже прошли. Такие объемные были загрузки в этой локации на рубли. Примерно здесь 71, 72, 500. Посмотрим. Попробую Центробанк ЦБ удержать. Ну, последний... Там уже была волатильность практически, видите. Если так даже выделить. Там уже даже объемов только не было. Там есть точечные такие загрузки и все. Там уже человеческая, наверное, психика не выдерживала. Работает выше 75. Вот. Поэтому это такой уже контрольный рубеж. Удержит волевое. Может быть, там будем болтаться 70, 65. Ликвидность увеличилась. Причем, опять же, скорее всего, знали. Вот. Шесть сессий грузили. Сбросили стопы и... Ну, классика. Мы делим этот неприятный уровень. 67, 850. 56, 450. И, ну, стопори это уже, само собой, там... Как уровень загрузки. Сейчас на спорте посмотрим. И на дельте это... Ну, неужели... Трудно сказать, потому что... Идут они спокойно. То есть, сессии идут... Ну, пока размеренно. Это не вот такие сессии. Весь разницу чувствуется. Что было здесь. И что происходит тут. Ну, может быть... Сейчас по дельте посмотрим. Если здесь очень много... Про продаж на споте. То вполне могут... Ошортить... Уже всех сессий. Которые тут... Точно всех вынести. Главное, чтобы нефть... Это все дело удержала. Вот. Поэтому 71, 72, 500. Это последний кордон. Кордон там дальше уже в током. Никто и не торговался. Аукционно. И номер один локация. 66, 500, 67, 850. Можно, в принципе, даже... Так как выглядит 68. 66, 500, 68. Тут... Номер один. Поэтому идем ниже. 64, 800, 65. Это... Аллилуйя. Вот. Значит, всплеск ликвидности пришелся как раз на пробитие. 68-й и дальше удержание роста. На споте это все было. Сейчас, сейчас. Угу. Самая такая вот... С первого января... Ликвидная сессия. 5 миллионов 300. Как вариант, если все-таки вмешались, то понедельник открывается ниже, ну, торгуется в нижней части пятницы и пытается пробить вот эти две локации. То есть, уйти под 67, то есть, вернут как раз на вот этот вот массив. Это будет хорошо, это будет неплохо даже. Если понедельник не может даже этого сделать, там, уйти ниже 60, ну, давайте выделим вот этот локейшн. 68, 90, вот эти, видите, где объемная сессия. Вот, то есть, понедельник, если даже ниже их не сможет уйти, то... Продавать опасненько, нестабильно. А вот, сейчас мы подойти посмотрим. Вот, и... Здесь также вот... Стоит сразу выделить. 64, 70, 64, 66, 15. Тоже подогвали, сносили стопики по классике, то есть... Вместо того, чтобы спасать рубль, они, вон, друг другу стопы выносят. Ну, и самые-самые последние, да, я не знаю, кто-то зашел, какой-то олигарх, наверное. Вот, на 73, 243 тонны, вот, дальше уже таких объемов нет. То есть, 73 на спорте, там, самый такой уже, конец планеты. Ну, сейчас, да, 20... 243, да. А вот, и, и, и... Ну, вот, 70, там, 65, с половиной. Ну, сейчас, на 15 минуты мы рассмотрим. В общем, номер один локация, 64, 76, 66, 15. Ну, уже час. Так, на Дельте. Ну, я не... До последнего не верю, что это уже систему SWIFT отключат, или, там, SHIFT, это уже будет как-то не по-человечески. Так, ну, как видите, Total Delta абсолютно даже не краснеет. И не собирается, то есть, в принципе, вот она, сессия, фигурирует в качестве целера. Ну, по крайней мере, здесь хотя бы падали обороты. Но здесь, 30-го числа, 400 тонн, причем, вот, есть парочку таких цен. Цен, 70,25, возьмите, 70,50, как вариант, будут удерживать ниже этого уровня, и будут шансы. Так, в принципе, Дельта, как видите, не сильно. На стороне рубля. Так, на рубле, самому, на фюче. Дельта, спекуляции, идентичная схема, тоже, вот. Во-первых, цена сейчас уже... По домам расходится, она торгуется выше всех, вот, уровней байеров. Давайте их выделим. Будете мониторить. 70,200, 71,200. Ну, да, коридор знаний, видите. 70,200, 71,200. Абсолютно даже... Не стесняются. Вот, 64,800. Отсюда ушли сразу, 64,65,600. Здесь, вот, запомните, да, 85 тонн Дельта и 91. Ушли без раздумия. Тут сразу пошли на рост. Тут не такая уже агрессивность, но, если брать еще момент, то вот этих вот байеров возьмем на всякий случай под расчет. 68,200, 68,900. Вот, вот, зашли и здесь до загрузки. То есть, вот этих вот красавцев, если еще раз зафиксируем, выше 80 тонн Дельта на рубле, то движение может быть весомым. Сегодня уже почти 40. Ну, уже сессия свое отработала, но на максимуме... И это даже, ну, вызывает достаточно интерес. Поэтому, вот, уровень мониторит 70,200, 71,200. И если агрессивные байеры, то не пустят ниже. Хотя, в любом случае, будет стопы и снимает там. Вот. В общем, относительно него ориентирует. И по открытому интересу посмотрим, оставили ли эти позиции, а ли не оставили. Итак, вчера вот здесь, 29 числа, набирали сделки. Уровень. Набирали, набирали, и он никаких даже малейших колебаний не создал на продажу. Как это ни прискорбно. В общем, давайте отметим сплеск. Ну, грубо говоря, отсюда и... Да, вот. 70, там, 850, можно округлить, и 70, 350. Вот, набрали позиции, потом набирали позиции ночью. Вот здесь вот набрали. Этот уровень непробильный. Причем, чем ближе к этому уровню, тем больше скидывали сделки. Это понятно. Потом набирали позиции здесь. Тут видно это все прям. Вот, сейчас так. И вот тоже не осилили. Попрощались. Прощание. Давайте их выделим. И на ночь, вернее, даже на выходные, судя по всему, позиции оставили. Вот все, что набрали вот там, в пятницу, судя по всему, оставили на уикенд. Значит, что-то знают и чего-то ждут. Сейчас мы доберемся до нефтянки, и там уже, в принципе, все возложено по полочкам. Вот этот уровень, ну, вот ночью его кратенько набрали, пока все спят. Поэтому и здесь вот дозагрузили, и здесь загрузили. Видите, то есть грузили на максимум недели, даже никакого дисбаланса на продажу не обошло. Вот прямо закрылись, у тех же уровней, и на следующий день с них уходят наверх. Понятно, что здесь селлеры не сильно старались. Поэтому тут идет набор, но такой спокойный, то есть без агрессии. В принципе, оно и понятно. Но, опять же, никаких движений в сторону продаж этот всплеск, ну, не то чтобы всплеск, а набор позиций не вызывает. Поэтому, если рубль не пробивает 70, 350, 70, 850, продавать еще рано. Коррекция может дойти до этого уровня, либо же даже до этого. Там будем мониторить на предмет защиты их, опять же, со стороны Байор. Потому что здесь, как видите, здесь покупки были здесь, и там пока будет даже технический анализ можно использовать. Ну, будем держать кулаки, чтобы Центробанк все-таки в понедельник это все стабилизировал. Так, 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 ну, и выделим массивчики на 15 минутки. Да, это шутка была, Капков. Ну, можно отдохнуть, скорее всего. Обе свеси набрали здесь объемчик. Это номер один, контрольный уровень для ориентира. То есть, пока рубль не толкнут ниже вот этих двух массивов, продажи могут быть вопросы. Дальше, чуть выше сразу же, опять же, набирают объемы, ну, и ничего, никакого движения, никакого давления этот объем на продаже не создают. Поэтому выделим и мониторим в качестве объемной локации. Пока отметим, как поддержка. Вот этот мы выделим как ядро и ей же поддержка. Эта поддержка также. И здесь 72-я. Ну, опять же, мы уже зафиксировали, что это последний кордон. Должны отстоять. Это массив. Ну, и здесь еще стопоривое насилие, поэтому могут даже 72-700 зацепить. Вот. Пока не дадут сильного давления и не уйдут ниже ядра этой недели. Ну, все спекулятивные продажи мониторить аккуратно и тщательно отслеживать на предмет появления бара. Вот здесь пушки были, достаточно активно зашли. Но, опять же, видите, никакого, ничего не происходит на снижении. Так, дальше идем. Еврик не успеваем. Выделим основные уровни на дневном интервале и все. Так. 13.45 и по 1.3. Ну, понятно, 4 сессии, падает ликвидность. Крупный игрок был вот тут только и все. Сейчас пока идет боковик, чего-то ждут. Непонятно чего. Либо же следы, следующая четверга. Ну, я не удивлюсь, если повторится та же самая схема. Стоят, падают, стоят, падают. Такое ощущение, что они просто... Им стыдно вот так вот рухнуть сразу и все. Поэтому они так по 3 дня держат, потом 2 дня падают. Вот. Ну, покупать вообще не вижу смысла. Пускай хотя бы еще неделю площадку здесь сформируют. Ну, вот так вот упали 4 дня стоят и никаких импульсов и никаких моделей на покупку пока нет. Каждый максимум ниже, ниже, то есть плотно и ликвидно снижается. Импульс будет, но пускай себе будет. Либо лучше, более надежно, видите, если видно модели на покупку, тогда уже заходить. Здесь заходить это все ловля падающих ножей. Можно опять же, как тут, вот так все это зафиксировать. Поэтому, видите, у них схема не особо-то отличается. Целый контракт одно и то же. 2 сессии, 3 сессии, рухнули, 2 сессии. Взяли бы за неделю, рухнули, да и все, и забыли. Так, 300 тысяч. Вот, единственная сессия, 27.01. Так, по еврику долгосрочно пока стоп. Ну, уровень сопротивления, уровень сопротивления здесь без изменений. Ликвидность падает, виды чего-то ждут. И пока заходить на покупку нет триггеров, а продавать уже на этом уровне долгосрочно тоже нет желания. Сейчас мы быстро, буквально пробежимся по дельте. И, в принципе... Я не все читаю, что там происходит. Месяц потом больше нет. Ничего не понятно. Что там? Ладно, это вы там что-то переписывались. Значит, смотрите. 27.01. Был всплеск и немножко подуспокоились. Возможно, тормознули, чтобы не падали. Но до этого 4 сессии подряд просто вот валятся и не останавливаются. Такие дельты на еврике не триггер и не могут быть хорошим, надежным триггером. Обратите внимание, здесь, здесь. Поэтому эта всплышка пока еще ни о чем не говорит. Тем более, она не ликвидная. Там нет особо большой ликвидности. Вот, то есть, признаков на долгосрочную покупку нет. Давайте еще быстренько фунт, потом нефть и все. Я уже... Ну, фунтец хоть как-нибудь держит себя в руках. Это еврик совсем расплеился. 51.85 коридор массива. 50.80. Вот. Единственное, что как раз 52-ю не пробили. Уже здесь сопротивление 3-й раз. Тестирую. Даже не 3-й, извините, 4-й. Мы рассматривали вариант, что это снятие стопов. Но, видите, не получилось. То есть, пока еще не набрался сил на рост. Поэтому выделяем массив уже 51.75-52.30. Сопротивление важное. То есть, приоритет номер один. И 50.10 по 49.70 слабый уровень поддержки. Потому что здесь и на сессии была и безаномачено. Удержит АЛЛР. Ну, массив сколько можно мочить? Не знаю. Покупать здесь чисто спекулятивно. И пробовать сопровождать на телесессии. Как вариант, ну, сколько тут? Уже 4 раза были на 51.75-52.30. После такого импульса. Долгосрочно. Когда уже 52-й начнет пробивать, можно будет зайти там в долгосрочную покупку. Здесь по минимуму, ну, как говорится, торт стоит свечи. Или наоборот, риск должен быть оправдан. Ну, по крайней мере, очень плотно стоят. В отличие от Еврика. По дельте давайте сейчас глянем. Для меня вообще британская экономика, она достаточно изолирована. На острове находится. И у них немножко другая специфика и валютного рынка, и индексы. То есть, кто торгует, знает. Значит, здесь более стабильно удерживает контроль байеров. Причем, я на Тегдирект. Сейчас смотрю. На агрессоре. Ну, на агрессоре тоже более-менее так. То есть, здесь 4 сессии. Вот они удержали потом неделю, пока стабильно удерживались. И вот этот разворотец был тоже на байерах. Вот. Под вопросом. Пятница на минус 2,5 тонны. Ну, и торгуются пока непозитивными. Пятница на минус 2,5 тонны. Сейчас более важнее нефть. Потому что и РТС, и рубль, и там много чего сейчас пока не завязано. Так. Ликвидность снижается. Причем, заметили, на многих рынках пошла на спад ликвидность. Либо выводят после этих отчетов. Не знаю. Ну, нам никогда не скажут всю правду. Стоит столько догадываться. Вот такие объемные. 47,08, 47,80. Два массива раз, два массива два. Здесь еще два массива. И нельзя сказать, что это супер реверс. То есть, вот этот рост идет не на высокой ликвидности. Как тут, например. То есть, его надежность, как и ликвидность, слабая. Поэтому во всеоружии смотреть, как вот эти вот 4 сессии будут пробивать на сочнике. Рост идет без поддержки крупных участников. Поэтому, слабо, слабо. Вот. Слабо. То есть, есть все шансы, что они даже эту фигуру не пробьют. В это никто не верит, в это никто не уходит. Это на Alain Suite. Ну, такова, такова, такова ситуация. Но на Brent, 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 Brent. Повеселее ситуация. Давайте опять. Вот. Мы сделаем. Этот уровень все так же остается. Поддержкой. 4 сессии плотно. 2, 2. И пытаемся уйти выше 50. Как-то уж слишком, слишком просто. Как вам не кажется? Как-то слишком просто. Причем, заметьте, вот, они не рвут на себе рубашку там. Не идут пробивать. Аккуратненько идут к максимуму. Причем тут видно даже 4 сессии подряд. Это был максимум полтос. И подвох будет опять в понедельник. А Пеке сказали? Слухи про 30 ходили, ну? Ну, как-то уж не ажиотажно. Вам не кажется, если Пеке сказали, что это дно, тут, наверное, должна была бы такая неделя быть. А когда это вы считали? Вчера? позавчера. Вчера. И такая ликвидность на брендере. Ну, как-то подозрительным. Ну, в общем, какой-то не очень позитивный рост, на самом деле, поэтому осторожнее с полтосом следить в оба на счет пробития. Уже не раз они тут подставляли всех. Ликвидность очень слабая. И на прощание с золотом. А, да, да, да. Апрельский 15-й вот первые две сессии пошли. Контракт закончился и начался новый контракт. У нас тут четыре сессии. По идее, если нефть начнет разворачиваться, то и золото может вполне отреагироваться. Значит, загрузку байеров промежуточную здесь очень объемную, надо обратить внимание. Не пустили. то есть тут байер сидит и он за всем следит. А вот этот вот обязательно вывел. Будут ниже, там уже ждут их ребята на 33-й и на 40-й. Да нет, нет, я уже не верю. Знаете, тут должны обязательно бросить какую-то карку. Во-первых, тут идут уже не знаю, сколько массивов подряд расширяют диапазоны, раз, два, три, четыре, пять, шесть и все набавят. Первая коррекция пошла. Первая бина не могут пробиться. Если 12-80 не осилят, то еще могут быть шансы пойти ниже. если еще нефтянка пойдет ниже, то на 12-11-80 вполне может быть золото сейчас тоже неспокойное. Давайте еще этот массив выделим. Я не люблю вот когда на рынке вот такие модели начинают. А заметили, на еврике точно так же оно падает. Вот это на СНП было весной то же самое. три сессии стоит и на рост. Три сессии стоит и на рост. Все, то есть они не корректируются, они не просто стоят в диапазоне. Вот это вот гадость такая. Абсолютно ну, то есть просчитывая, что да, пойдет выше, но это все тоже ликвидность упала. Что они ждут непонятно. раз так сказали открытно. Так, 8800. Первая сессия на новом контракте 8800 на продаже. Коридор 1284, 1252. Все, если не уходит выше этого коридора, 8800 на новом контракте. А на склейке, сейчас посмотрим, а на склейке у нас получается тут с 21 числа по 5 тонн почти 4 сессии, чуть меньше 5 тонн. Это пятерочка и вот пятерочка на сегодня пришлась. 8 тонн мы видели уже чисто на апрельском. 8800. То есть макушку этого на четверга, если не пробьют, то пятница плюс четверг щу. Ну, будет ниже. Пробитие макушки четверга, все. Либо прощаются, либо тогда уже на 13 38, 32. Ой, на самом деле в Китай вот я помню когда новость вышла, что Китай купил там не знаю, сколько тонн уже это разучили, сколько тонн золота. Золото тогда как ушло на несколько месяцев в покупку. так и не остановилось. Причем поищите информацию, Китай уже самый объемный по добыче золота в мире. Уже всех переплетал. Вот. Ну, те данные были не свежие, то есть не 2014 но в любом случае это нужно зафиксировать. Так, ну все, всем хороших выходных. На неделе будет следующий, я думаю, не... Макс, а откуда такая информация? все, тогда встретимся на следующей пятнице, посмотрим, как это все закончится. Ну, Сабина с вами. Сабина пока. И Анна, у нас уже девушки начали посещать. Все, всем бай, пока.